Добрый день! Мы, наверное, не успеваем в эти выходные отдыхать осенние, каждый выходной и даже в будни что-то происходит. На очереди фестиваль. Да, действительно замечательный фестиваль. У нас проводится на территории города Хабаровска, Хабаровского края в третий раз. На нашей территории, как мы говорим, это театральная столица Дальневосточного федерального округа. Собираются фактически все профессиональные театры. Сегодня, буквально в течение 10 дней, с 26 октября. С сентября, с 26 сентября по 6 октября будут на подмостках наших ведущих сценических выступать профессиональные театры Дальневосточного федерального округа. Это семь субъектов. Сахалин, Магаданская область, Камчатский край приезжает к нам. С Приморья приезжают два замечательных театральных труппы. Две. Также принимают участие с республики Саха-Якутия. Три у нас замечательных тоже театров, очень интересных. С Улан-Удэ приезжают тоже театральные интересные постановки с трупами, знаменитыми труппами. Поэтому, уважаемые зрители, конечно же, надо прийти и посмотреть. Какие театры Хабаровска, какие площадки будут задействованы? Задействованы в первую очередь, конечно, это наша ведущая площадка, музыкальный театр наш. Задействован театр драмы обязательно тоже. Один из спектаклей будет проходить в театре Триада, в муниципальном театре. Конечно же, театр юного зрителя обязательно, обязательно. И в арт-серватории будет показывать спектакль, перформанс наш Белый театр. Это театр у нас некоммерческий. А вот программа, мы уже видели эти спектакли в Хабаровске прежде, или это что-то новое? Как она составлена в этом году? Конечно, те спектакли, которые представлены театром юного зрителя, мы видели. Перформанс мы тоже видели Белого театра. Как правило, это новые постановки интересные, которые недавно были осуществлены на театральных подмостках других субъектах. Тем не менее, программа очень интересная. И она как будто подобрана под сегодняшнее время. Там все спектакли заставляют задуматься, что хорошо, что плохо. Обратить внимание хочется на простые истины. То есть на любовь, на красоту, доброту, солнечный свет, улыбку ребенка, улыбку взрослого. Поэтому абсолютно интересные подачи разных-разных постановок, разные режиссеры. Также хочется отметить, что открывает фестиваль. Обычно закрывали, а теперь открывает российский академический молодежный театр. Это произойдет буквально 27 числа в музыкальном театре. Они покажут спектакль «Сын», который стал премиальным в этом году. Получил «Золотую маску» за мужскую роль второго плана. И получил премию также Союза театральной дели Российской Федерации. Тоже очень достойную премию. Поэтому приглашаю. 27-28 числа в музыкальном театре очень интересная постановка. Вы сказали, что программа насыщена именно такими глубокими спектаклями, которые помогают задуматься. А есть ли спектакли, которые помогут расслабиться? Потому что сейчас такие времена, когда хочется отдохнуть и душой, и телом. Зрители абсолютно разные. Спектакли тоже воспринимаются по-разному. Поэтому я думаю, что уважаемый наш зритель, он всегда выбирает сердцем ту или иную постановку. И где-то он сможет расслабиться, где-то он сможет подумать и сделать какие-то акценты, новые акценты, возможно, в своей жизни. Возможно, посмотреть спектакль, он сделает выводы на будущее. И, возможно, когда-то его вспомнит в своей жизни, да, действительно, это было так, или я думал об этом на том или ином спектакле. Но открывается у нас Камчатский край, Камчатский театр драмы и комедии, светильские показания. Но, тем не менее, тоже интересно. Это театр драмы. 28 числа тоже приглашаю всех. Интересный спектакль привозят из Якутска. Он будет уже в конце программы, 6 числа, Алонха Метаморфозы. То есть это якутский инклюзивный театр Алгыс. Тоже интересная постановка. В театре Триада будет. Там не так много мест, поэтому, если уважаемый зритель пожелает увидеть интересную постановку про суть, так скажем, якутской души, возможно, будет посмотреть там. И нужно заранее позаботиться, конечно же, о приобретении билетов. Еще в продаже есть, конечно же, свободные места, пожалуйста. Но в основном на площадках на маленьких идет. Это театр юного зрителя, это театр Триада. В лаборатории вообще места мало, в нашей аксерватории. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Еще раз, большая интересная программа. Вот она красочно так оформлена. Все есть спектакли на сайтах театров, на театре юного зрителя. И я думаю, что что-то вам понравится. Еще можно наверняка зайти в телеграм-канал Министерства культуры. Конечно, конечно. И там будет вся информация собрана. Абсолютно верно. Она собрана и на портале Министерства культуры Хабаровского края, и на каждом театре. Отдельно хочется отметить, что 3-го числа к нам приезжает инициатор этого мероприятия, так скажем, фестиваля, который уже третий раз проводит знаменитый наш Евгений Миронов, художественный руководитель Театра нации. Открою небольшую тайну. Специально для зрителей он будет выступать с приветственным словом в театре музыкальном. Ориентировочно 20.00. Я вот начала нашу беседу с того, что осень действительно у нас очень насыщена культурными событиями. Это не просто так. Люди наконец-то начали дышать полной грудью после ковидных ограничений. И у нас теперь очень большой выбор. И самое главное, я тоже бываю практически каждую неделю в театре, на постановках, и я вижу, что театры наполнены. Вот такая жажда культуры, она связана именно с тем, что ограничения сняли? Или в целом вот у нас человек, да, житель Дальнего Востока, он все-таки вот тянется к прекрасному? Как я уже раньше сказала, у нас фактически называется театральная столица Дальневосточного федерального округа. Действительно, у нас очень требовательная публика. Она всегда с таким интересом воспринимает ту или иную программу. То есть надо еще уметь ее к нам, как говорится, привезти, чтобы она захотела на ту или иную постановку приходить. И, конечно же, соскучились. Соскучились зрители, соскучились актеры по полным залам, потому что всегда приятно выступать в полном зале. И зритель тоже чувствует, что он выбрал правильно постановку, когда видит аншлаговые спектакли. Действительно, они голосуют, как говорят, своим рублем. И наши трупы театральные очень стараются, чтобы они отвечали всем потребностям зрителя. Это патриотические постановки и интересные, веселые, всевозможные. А доступна ли покупка билетов по Пушкинской карте? Да, конечно, наши замечательные школьники, подростки, взрослые, уже фактически люди до 22 лет включительно, могут, конечно же, купить билеты по Пушкинской карте спокойно на сайте. Все спектакли у нас продаются по Пушкинской карте. Есть такая возможность, и я предлагаю всем не упустить эту уникальную возможность и посмотреть тот или иной спектакль. Я знаю, что уже много ходит разговоров, и этот вопрос крутится. Будет ли продлен проект Пушкинская карта на следующий год? Есть ли такая информация? Я думаю, что Евгений Миронов, пребывая в Хабаровск 3-го числа, скажет, что наверняка эта программа будет продлена. Посмотрим, подождем. Я думаю, это будет интересно всем. Спасибо вам большое за информацию. Спасибо, что поддерживаете нас. Спасибо, что эта осень действительно насыщена такими приятными событиями. Встретимся в театре? Обязательно. Всех приглашаю в театр. У нас в гостях была Ирина Купченко, заместитель министра культуры Хабаровского края. А это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вас ждут сюрпризы приятные. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте. Я, Олеся Куприна, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!